Здравствуйте, друзья! Вождя России Путина все игнорируют. Сегодня его проигнорировали президент США Джо Байден и руководитель Китая Син Цзиньпин. Завтра его проигнорирует руководство Армении на саммите ОДКБ. Тенденция. Возможно, скоро его будут игнорировать его доктора. А вылазит такой Путин из холодильника и говорит, доктор, меня все игнорируют. А доктор говорит, следующий, следующий Путин. Таким образом, с руководителем России даже по видеосвязи люди брезгуют говорить. Вообще, это очень и очень плохой знак для этого то ли Васильевича, то ли кого еще. Не хотят уже слушать бред о дедушках и бабушках, о половцах и печенегах. Путин охладел в холодильнике, так сказать. Как его Макрон только выдерживал и другие западные лидеры, которые пытались его убедить не нападать на Украину. И сегодня дало трещину надежное партнерство без границ России и Китая. И, так сказать, нерукопожатый и достаточно жалкий имидж российского руководства подтверждается. И завтра будет, так сказать, бенефис на саммите ОДКБ, так называемого, в котором кроме Беларуси, по сути, никого не осталось. Потому что среднеазиатские страны там тоже фронту козьи морды рисуют в Москве и рассказывают. Кстати, говоря, недавно президент Таджикистана прямо в глаза Путину на саммите в Астане рассказывал, что не надо нам вашего российского империализма. Но они делают такие восточные знаки, эти парочку, ну, три центрально-азиатских страны. То есть кроме Лукашенко, то есть кроме никого, кроме пустого места, так сказать, в этом ОДКБ никого не осталось. Никто не хочет позориться с каким-то Васильевичем. Уже и армян не хотят. И кто-то скажет, что они не владеют достаточными знаниями по, скажем так, психиатрии, чтобы общаться с Путиным. Но вообще этот поворот России на восток, так сказать, разворот на восток, привел к тому, что уже поворачиваться некуда. Да только белые медведи еще не посылали Путина. Куда ж теперь поворачиваться? Таким образом, что это, о чем это свидетельствует? Это свидетельствует о полном банкротстве российской внешней политики. Я думаю, что российские дипломаты 19 века, Горчаков и даже советский дипломат Косыгин, они были бы просто в шоке от того, что произошло с советской и российской дипломатией. Настолько жалкое место Россия занимает сегодня. Из-за чего? Что произошло? Ну, побитое это, да. Но еще же не добитое, да? И почему так происходит? Потому что есть история, которая происходит на наших глазах и которая очень познавательна, если ее рассматривать именно как историю. То есть, иностранцы приходят к тем же выводам, которым в свое время пришли другие иностранцы, которые побывали в Москве в 16-17 веках и которых я вам сейчас процитирую. Очень известные исторические источники, как они свидетельствовали о том, что с Россией смысла как-то общаться нет. Вот, например, Генрих фон Штаден, германский наемник, прибывший в Москве на службе у опричников в 1578 год. Что он говорил о отношениях с московитами? Купцы и все деловые люди в Москве все время врут и очень легко обманывают. Им нельзя доверять никаких денег, их могут присвоить, давать взаймы россиянам невозможно. Все оставшиеся без присмотра товары непременно будут разворованы. Иностранцы очень часто сообщали, что московитские купцы в 15-16 веках называли себя кем угодно, поляками, там новгородцами, кем угодно, только бы не московитами. Потому что иначе с ними никто не хотел иметь дело. Такое у них тогда уже в 15-16 веках заслужили имидж. Вот, например, как Иржи Давид, чешский католический священник, 1686 год, который был в Москве, приехал в Москве москвофилом, а уехал москвофобом. И вот он что говорит. Московитские купцы сами признаются, что утром молят Бога, чтобы тот послал им как можно больше покупателей иностранцев, которых им гораздо легче обманывать. Более того, даже в самой Москве отмечают в народном творчестве особую лживость москвитян. Да, ну, России. Вот есть такие пословицы, далям записаны. На Москве толсто звенят да тонко едят, тула зипун сдула, то есть украла кунтуш. Это даль, пословицы русского народа. А вот как один датчанин, ну, теперь это уже и армяне тоже знают, а тогда датчанин, начало 18 века посол в Москве, что он писал в записке датского посланника в России. В общем, как по финансовым, так и по другим условиям жизни в России ужасно тяжелые условия. И мы, датчане, должны благодарить Всеблагого Творца за то, что родились в стране, которой руководит мягкие и милостивые владетели, где каждый, выплачивая только умеренные налоги, мирно по праву пользуется своим достоянием. Иностранные купцы ежедневно подвергаются в Москве жестокому обращению и обману. И поэтому достойно удивления то, как они решают селиться в России, доверяют здесь что-нибудь кому бы то ни было, когда они ежедневно без вины могут ожидать несчастья, убытков и позора. И вот к чему это все приводит. Приводит к тому, что с московитами никто не хочет общаться. Никто не хотел с ними общаться в 15 веке, в 16 веке. Иногда были вынуждены общаться. Потому что была конкуренция в мире между разными державами и так далее. А сейчас что? Очень простая ситуация. На юге Китай, на западе НАТО и Америка. Все знают о России все. Благодаря ее преступлениям и саморазоблачению России. К чему это все ведет? К нищете, к тому, что никого нельзя ободрать, никого нельзя обмануть. И московиты сидят и, так сказать, как медведь с лапой. Вот, в частности, очень интересные данные я прочитал буквально сегодняшние или вчерашние. Не, сегодняшние. По данным главного статистического управления Польши, средняя зарплата в секторе предприятий в Польше составила 1880 долларов. 1880 долларов, но это, правда, с налогами, без налогов. То есть, чистыми поляк получает 1320 долларов сейчас. Цены, кстати говоря, в Польше гораздо ниже, чем в России. И иногда даже по некоторым товарам ниже, чем в Украине. Ну, вообще, в среднем, пускай такие же, как в Украине. А какие зарплаты в Польше? В Польше зарплаты, ну, вот эти. И еще нужно добавить к этим 1320 долларов 3-4 миллиона польских бизнесменов. И, соответственно, где-то четверть польского населения – это семьи бизнесменов. Эти люди получают совершенно другие деньги. Огромное количество мелкого бизнеса в Польше, которые получают не такие зарплаты, а какие себе напишут, такие получают. Потому что они бизнесмены. Ничего этого в современной России нет. В России я посмотрел по регионам, за какие денежки набирают на работу. Посмотрел там Псковская область, Астраханская область. Вот только что. Смотрю, 20 тысяч, 34 тысячи, 27 тысяч. Вот за такие деньги людям предлагают работать рубликов. Это же не доллар, рубликов их. То есть за 200-300, ну, пускай 400 долларов, людям предлагают корячиться в России. И работать по 8 часов. Вот к чему приводит отсутствие сотрудничества нормального и отсутствие доверия, когда тебе никто не верит. И когда с тобой брезгуют общаться. А вот как это было в истории, например. Как московиты жили, когда с ними никакие купцы не хотели общаться иностранно. Яков Рейтенфельдс свидетельствует. Курлянский дворянин Речи Посполитой. Сказание о Москве, 1670 год. Кроме земледельцев в Москве, также есть рабы. Редкое несправедливое явление среди христиан. Некоторые из них несут рабские иго до самой смерти. А некоторые в течение определенного срока, которые были отпущены на свободу и так далее, и так далее. Продают себя во власть новых господ. И никогда не становятся свободными. Содержатся целые сонмища рабов обоих полов, в которых рождаются дети, которые также должны быть под властью хозяина. Кормят их обычно пищей до того мерзкое, что ради издевательства они говорят, будто они питаются ухой из яичных скорлуп. А вот Герберштейн, посол Священной Римской империи, то есть Германии в Москве, 1517-26 год. Каким бы ни был бедный боярин, знатный человек, он все же считает для себя позором и бесчестием работать собственными руками, но он не считает позором даже боярин поднимать земли, поедать шкурки и шелуху плодов, особенно яблоки, груши, дынь, чеснока и лука, брошенных нами или нашими слугами. Московицкие ремесленники не будут работать усердно, если их хорошо не побить. А вот Август Майерберг, что он пишет, австрийский барон. О Москве в середине 17 века, путешествие в Москве, 1661 год. Я слышал, как один московит говорил, что гораздо веселее жить в тюрьме, чем на свободе, если бы только там так сильно не избивали. В тюрьме они получают пищу и питье без труда, равно как и милостыню от благосклонного к ним народа. На свободе они ничего не получают, количество бедных здесь очень велико и живут они самой жалкой жизнью. Я видел, как они ели соленую селедку и другую вонючую рыбу. Нельзя найти более зловодной и гнилой рыбы, они с удовольствием едят ее. С другой стороны, есть и такие, которые сами продаются дворянам и купцам в холопы с условием получать от них в течение своей жизни еду, питье и одежду и так далее. Ну, короче, Московия и Россия и Советский Союз – это всегда царство нищеты практически поголовной. Некоторые, правда, устраивались в насмотрщики и получали удовольствие от того, что плюют сверху на других. У них не очень сильно отличалось быт, жилищный и так далее. Но московитам и это радость, и это, так сказать, в радость. Короче, в этом всем огражденном со всех сторон уже и финны строят стену, огражденное со всем сторон пространстве, жизнь будет очень скучна и очень уныла. Хотели совка, они его получат. Они получат и будут жить в этом, так сказать, угаре. Но это их выбор. Это их выбор, даже если они ничего там и не выбирали, но тем не менее каким-то образом поддерживая эту власть и не сбегая из России, они, собственно говоря, эти люди делают тоже какой-то выбор. К чему доводит нечестие? К чему доводит, ну вот, например, с армянами, да? Совершенно жалкое предательство со стороны России, Армении, которое входило в этот, так называемый, ОДКБ, из которого армянам как толку, как мертвому припарка. Вот, в частности, в их конфликтах. То есть армяне полностью сгрузили туда все, все, что могли на Россию. Но теперь уже будут знать. Раньше знали только датчане, кого мы цитировали, немцев, курлянцев, то есть прибалты, знали. Вот, сейчас уже будут и армяне знать, что уже знают, собственно говоря. Завтра никто никуда не приезжает, ни в какое ОДКБ. Вот, ну, китайцы и американцы имеют спецслужбы соответствующие. Им и по должности положено знать, что собой представляет этот Васильевич. И насколько это потеря времени и смысла слушать этого Васильевича, его бредни о бабушках, дедушках, половцах и печенегах. Он, кстати говоря, сегодня там что-то там опять выдавал какие-то концерты. Поэтому, друзья, вот такая вот история. Какие народы в мире достигают успеха? Надежные, правдивые и работящие. Посмотрите. Посмотрите два полюса. Германцы, немцы, которые своими машинами весь мир заполонили. У которых самый лучший автопром, даже лучше, чем у японцев. Ну и все остальное тоже. Что, какие есть немецкие черты? Ну, это серьезное отношение к словам, да? К слову, не такое, как у россиян. Ляп на обманул и убежал, да? И трудолюбие. Смотрим на японца. Все то же самое. С другого полюса планеты Земля. Тоже супер успешное. Благодаря чему? Благодаря надежности, сыпуку, харакири, да? Из-за слов, из-за верности, из-за какого-то уважения к словам. И трудолюбие. Все то же самое, что и с немцами, только другой полюс. И что посредине? Посредине между ними Россия, у которой ни того, ни другого. И которые хотят кушать объедки. Но только бы лишь не работать. Вот такая вот очень поучительная вообще процессы происходят прямо у нас буквально сегодня и завтра. Поэтому, друзья, подписываемся на канал, ставим лайк. Но главное, помогаем украинской армии. Сегодня мы собираем на памятник одному очень выдающемуся украинскому солдату. Рядовому практически. Который подорвал ценой собственной жизни. Мост между Генеческой и Рабацкой и Стрелкой. И спас своих побратимов, которые смогли занять оборонную позицию и защищаться. Этот памятник будет установлен в Одессе, где служил этот герой Виталий. Счет я оставляю внизу. С Богом, друзья! Кто может, тот поможет. С Богом до перемоги!